Всем привет! С вами, как всегда, Ольга. Сегодня у нас с вами 19 ноября 2023 года. На улице мороз, и, наверное, началась зима, как вы думаете? Или ещё нет? Ещё всё поменяется? Ну, скорее всего, зима всё-таки должна уже вступить в свои права. Хочу всем пожелать доброго утра, хорошего настроения. И, как обычно по нашей традиции, давайте попьём с вами кофейка и маленько поболтаем. О чём же мы с вами сегодня поговорим? Сейчас утром включила телевизор, и просто мельком проходя, там Тимур Кизяков пока все дома. И не могу сказать, не буду обманывать. Там женщина выступала, то ли она артистка, то ли она певица, может быть, писательница. Не буду врать, потому что, не знаю, сказала такие слова. Я всю свою жизнь была справедливой. И я могла встать на уроки и высказать учительнице своё мнение. Так всё-таки, что такое справедливость? Справедливость, как нам с вами кажется, ну, это, наверное, норма поведения человека, которая считается правильной. Но понятие правильности по отношению двух людей, оно бывает разное. Вот, услышав эти слова, она говорит, женщина, что я была справедливой. Я могла встать на уроки и сказать учительнице, что такого не может быть, вы говорите неправду. По отношению к себе, может быть, она и являлась справедливой. А по отношению к учителю, вот ваше мнение, а по отношению к учителю. И что такое вообще справедливость? Справедливость – это общее мнение или же мнение разных людей. Вот, допустим, встречается двое молодых людей, любят друг друга, у них нежные отношения. На каком-то любовь и так далее, на каком-то промежутке времени она сообщает парню, что беременна. Он говорит, что нам ребенка рано, мы пока не будем заводить ребенка. Правда, заводить – что-то какое-то не очень хорошее слово. Ну, ладно. Так. С ее стороны слезы, упреки, полностью расстройства, что он поступил к ней несправедливо. Он себя считает вообще справедливым, потому что на данном этапе он не закончил институт, не устроился на работу, не обеспечивает никак свою семью. То есть он считает, он поступил справедливо. Девушка, по своему мнению, считает, что поступила справедливо. Он с ней поступает несправедливо, потому что она, возможно, в будущем не будет иметь детей. Ученик в школе, ну, грубо говоря, пускай будет Ваня, двоечник. Ему по сочинению ставят пятерку, потому что папа его полностью отремонтировал и оборудовал спортивный зал. Все в классе считают поступок учителя несправедливым, потому что ему поставили двоечнику, поставили пять. А в семье Ваня, Ване считается, что поступок был очень даже справедливый, потому что его папа вложил в школу деньги. Заплатил и оборудовал спортивный зал. Много примеров справедливости и несправедливости. Иногда мы себе так говорим, что в нашей жизни справедливости вообще нет, от слова совсем. Я работал хорошо, мне бы начальник должен дать премию, а дали премию Иванову. Ну, как такое может быть? Да, и вот эти все ситуации справедливости, они такие двоякие, или же, как сказать, это вот моё мнение, вот, а ваше мнение, вот, как вот рассудить её справедливость? Является она единой или для каждого справедливость своя? И кто-то из нас как поступает в данной ситуации? Вот начальник, когда поступает, руководя большим, кстати, очень неблагодарная профессия быть начальником, работая и руководя своим большим коллективом, Он считает, что он поступает справедливо каждому из нас, так как это выгодно для его предприятия. Каждый из нас, ну, большинство из нас считаем, что начальник поступает с нами несправедливо. То есть в этой справедливости получается столько нюансов, столько разногласий, что даже где-то найти её действительно, вот эту правду, которая иногда нас доводит, ну, прямо-таки и давление повышается, и вся изнашивается нервная система, потому что нам кажется, что этой справедливости нету, и доказать мы этого никак не можем. И вообще, нужно ли это делать? Или же оставить всё так, как есть? Но я ещё раз повторяюсь, каждый из нас за хороший поступок, как мы считаем, что это хороший поступок, как мы считаем, парень, бросая беременную девушку, считает, что это хороший поступок, потому что в данный момент он её не может обеспечивать, считает, что он поступает справедливо. Ваше мнение, что такое справедливость, есть ли она вообще? И начиная вот разговор с первого того, что как услышал я слова, что вот женщина сказала, я всю жизнь была такая справедливая, вставала на уроки и говорил учителю, что вы не правы. Но по отношению к учителю, мне кажется, учитель считал, что это просто не справедливость, а это просто дерзость. Так, поболтали с вами, пололакали. Ну что, всем хорошего настроения, бодрого утра, хорошего дня, прогуляться по морозу, сходить в магазин, на прогулку, порадовать себя. Ну и хорошего настроения. С вами, как всегда, ваша Ольга. Спасибо. Спасибо.